В 12.30 привычный шум улиц отошел на второй план. В центре города зазвучали всеми любимые песни. Эстрадный оркестр под руководством Бениамина Мирзояна подготовил особую патриотическую программу в честь Дня России. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, если ты не скажешь до свидания, если не прощается с тобой. Всех хочу поздравить с праздником, День России. Замечательный день и погода даже этому соответствует. Прекрасная погода. А программа у нас сегодня как раз к этому празднику и подготовлена ко Дню России. Песни о России, о нашей родине, о городе нашем, о Брянске. Я говорил раньше, что у нас несколько программ. Сегодня та программа, которая не включает в себя никаких иностранных песен, только на русском языке, только о России, только наша, так сказать, эстрада. Несколько десятков общественных организаций, благотворительных фондов, патриотических и спортивных клубов представили на площади перед драмтеатром свои проекты. Все желающие могли услышать и увидеть, чем занимаются в клубе автомоделистов, узнать, как попасть в авиаклуб и какие профессии можно получить в Ростода СААФ. Также о своей деятельности рассказали организации, которые помогают инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, получать необходимую для жизни помощь и поддержку. Команда фонда всегда отмечала и отмечает сплоченность всего общества перед страшным вызовом нашего времени, таким, как детская онкология. Она как война между добром и злом. Брянские дети с тяжелыми заболеваниями во всей Брянской области нуждаются в поддержке нашего народа. Только вместе мы можем больше. Поддержали фонд «Ванечка» девочки из танцевального коллектива «Ветер перемен». Тех, кто пришел на театральную площадь, ждали также песни на музыку Александры Пахмутовой и большая программа патриотических и эстрадных композиций. Александра Седачева, Евгений Седачев. События. Брянск.